Итоги уходящего четверга подбудут наши корреспонденты и я, Мария Вересневич. Смотрите сейчас. Защита прав трудящихся. Городское объединение профсоюзов подвело итоги за 2022. Мирный созидательный труд, создающий благополучие для людей и всей страны в целом. Что в перспективе? Пал или пропал? МЧС призывает не выжигать сухую траву. Быть осторожными и бдительными, и беречь природу. Какова цена обеспеченности? Гайд по поступлению. Бобруйские колледжи откроют новые специальности. Можно выбрать специальность производства швейных изделий. На кого учиться? А также народные деньги, отечественные медикаменты и прибыльный аккаунт. В МНС напоминают о необходимости уплаты налогов блогерам. Какой дедлайн? Акцент на бережливость. Экономия бюджетных средств стала темой номер один на совещании у президента. Александр Лукашенко потребовал более рачительного использования и сокращения необязательных расходов. Ведь первостепенная цель государства – выполнение социальных обязательств. Напряженность в решении этих задач недопустима. На практике это значит, что в первую очередь нужно усилить дисциплину на местах. Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена, их называли некие подснежники. То мы людей где-то держим на производстве, а не работают на бюджетной организации. То мы используем транспорт небюджетных организаций. И используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера. Ну а точнее, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане. А начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий, государственной, частной формы, собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы. Это по той информации, которую я получаю в последнее время. Поэтому речь идет об экономии средств. Но, конечно же, прежде всего, бюджетных средств. Их нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные. Предприятия их платят, и люди подоходный налог платят. Но это народные деньги. Эти деньги должны использоваться на нужды наших людей. Также президент принял с докладом своего специального посланника Виктора Шеймана. Главной темой разговора стало исполнение договоренностей, которые достигнуты во время визита в Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве. В частности, речь о совместных с Беларусью проектах. Говорили и о сотрудничестве Минска с другими государствами африканского континента, которые заинтересовались нашими товарами, особенно сельхозтехникой. Запах гари и столб дыма. МЧС напоминает об опасности выжигания сухой растительности. Весна только наступила, огнеборцы уже ликвидировали первое возгорание. Пал опасен не только для природы, но и для людей. В апреле 2022 погибли два пенсионера. Наводили порядок во дворе. Всего в прошлом году зафиксирован 101 такой пожар. 39 в городе, 62 в районе. Спасатели напоминают, что основной причиной таких возгораний является человеческий фактор. Это незатушенная сигарета, брошенная спичка, детская шалость с огнем, либо умышленное выжигание сухой растительности. Работники МЧС призывают быть осторожными и бдительными, и беречь природу. Выжигание сухой растительности трав на корню строго запрещено. За это грозит внушительный штраф до 1110 рублей. Партийное движение «Российский рынок и окружающая среда». Комитет госконтроля открыл горячую линию. По каким вопросам? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике продолжается обсуждение программы партии «Белая Русь». Учредительный съезд пройдет в Минске 18 марта. Десятки инициатив поступают из регионов. Представители Могилевской области предложили часть активов предприятий с госкапиталом передать в собственность работников. Такая сопричастность может стать дополнительным стимулом для развития экономики. С 2024 в стране появится возможность поставки электроэнергии с БелАЭС на российский рынок. После ввода в эксплуатацию второго энергоблока откроются широкие перспективы сотрудничества. В апреле-сентябре планируются работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением различных испытаний. Готовность к сдаче прогнозируется в октябре этого года. В Беларуси этот год станет прорывным для новых медикаментов. Ряд контрактов подписан с Китаем, в том числе по поставкам субстанций. Это приведет к снижению стоимости различных препаратов. Также наша страна работает со Швейцарией и некоторыми партнерами из европейских государств. Что касается отечественной вакцины от COVID-19, уже в апреле должны получить первый опытно-промышленный образец. В МНС напоминают о необходимости уплаты налогов. В частности, блогерам, которые ведут свой собственный аккаунт на интернет-площадках Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и получают доход от рекламы. Здесь же прибыль от продажи курсов, уроков, тренингов и вебинаров. Декларацию необходимо предоставить не позднее 31 марта 2023. Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, самовольной разработке карьеров, сбросе сточных вод и других фактах, которые требуют проверки. Обратиться можно по короткому номеру 191. Заявки принимаются только в будни. Год качества Бобруйское объединение профсоюзов подвело итоги за 2022. Особое внимание организация уделяет своевременной выплате зарплаты и охране труда. Специалисты также проводят мониторинги цен, запускают горячие линии по вопросам завышения стоимости, нарушения сроков годности или отсутствия конкретного товара. 2023 год объявлен стране Годом мира и созидания. Это самое главное понятие для профсоюзов. Во все времена деятельность профсоюзов Беларуси была направлена именно на то, чтобы обеспечить мирный созидательный труд, создающий благополучие для людей и всей страны в целом. Организация объединяет свыше 50 тысяч человек, почти 20% – молодежь. Ключевые задачи остаются неизменными – повышать гарантии, защищать права и интересы трудящихся, в том числе и в негосударственном секторе экономики. Кем стать? Бабаруськие колледжи откроют новые специальности. В технологическом можно будет освоить профессию «социальный работник», а в торгово-экономическом появятся интегрированные группы, учащихся одновременно обучат двум квалификациям – повар и продавец. Контрольные цифры приема узнала Ольга Васенда. В технологическом колледже откроется новая специальность «Оказание социальных услуг». Освоить профессию можно после 11 классов. Программа рассчитана на год. Форма обучения – бюджетная вечерняя. В группу наберут 20 человек. Зачисление пройдет по конкурсу аттестата. Иногородних обеспечат общежитием. В 2023 году для получения среднего специального образования на базе 9 классов дневная форма обучения можно выбрать специальность производства швейных изделий. Квалификация – техник-технолог. С получением рабочей квалификации – швея портной. Отдельным конкурсом идет зачисление абитуриентов на условиях целевой подготовки. В колледже научатся сдавать буквально любую одежду, от платьев до брючных костюмов. За три года учащиеся постигают дополнительное и парикмахерское искусство. Делают модельные стрижки, сложное окрашивание и стильные прически. Бессмертной классикой остаются у нас разноплановые локоны. И наши учащиеся данного заведения, парикмахеры, справляются с ними очень хорошо. Также в тренде разноплановые пучки. Один из самых трендовых пучков – это сейчас простой пучок петля. С этого года освоить сразу две профессии, можно и в Торгово-экономическом колледже. Повар-продавец. Раньше получали только одну специальность. Здесь учат готовить изысканные закуски, фирменные блюда и кондитерские изделия. Плюс рассказывают секреты сервировки стола. Набор – 28 человек. Абитуриенты будут выбирать профессию в соответствии с новым классификатором специальностей и квалификацией. Так, в старом классификаторе была специальность торговое дело. В обновленной версии ее назвали торговое обслуживание. А специальность общественное питание на данный момент называется обслуживание и изготовление продукции в общественном питании. В Беларуси изменились правила приема в СУЗы и ПТУ. Раньше зачисление проходило либо по конкурсу среднего балла аттестата, либо по результатам двух ЦТ. Как, например, на медицинские специальности. Теперь все будет зависеть от первого документа. Местами отменятся и вступительные экзамены. Однако нововведение не коснется спортивно-педагогической деятельности, физической культуры и творческих направлений. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Миллион мыльных роз. В Центре досуга и творчества открылась необычная выставка. Свою первую экспозицию ручной работы представила Елена Лукьянович. Для создания сувениров ремесленница использовала специальные формы и ингредиенты с натуральным составом. Изготовление одного занимает от трех до шести часов. В интернете я увидела букеты из мыла и вот сразу прям вот влюбилась. Я делаю только то, что мне нравится, то, что я чувствую, то, что я хочу. Всего на выставке более 70 работ. Здесь можно найти мыло в виде десертов, ягод, фруктов, грибов и даже зверей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!